Уважаемые студенты, мы с вами начинаем изучать дисциплину метрология в строительстве и стандартизации. Как знаете, у метрологии тоже имеются свои истории. Сегодня в плане мы рассмотрим следующие пункты. История дисциплины метрологии. Некоторые единицы измерений с древности, дошедшие до наших времен. Вклад миссителей Центральной Азии в развитие метрологии. Вклад ученых Запада в развитие метрологии. В 1790 году во Франции было принято решение о создании системы новых мер, основанных на изменном прототипе, взятом из природы, чтобы его могли принять все нации. Было предложено считать единицей длины 10-миллионной части четверти меридия на Земле, проходящей через Париж. Этой единицы назвали метром. В 1989 году в Париже собралась первая генеральная конференция по мерам и весам, утвердившая международный прототип из числовнов изготовленных образцов. Прототипы метра и килограмма были переданы на хранение Международного бюро и весов. Величайший пергамиды усыпальницы египетских фараона Хюмпса, построенный в 3-м тысячелетия до н.э., состоит из удивительно точно подогнанных огромных каменных глиб стандартного размера. В античной Греции развитие архитутов привело к производству различных стандартных строительных деталей и материалов. В 1960 году на юге Туркмении, у границы с Афганистаном, реки Кашан, приток Мургаба, полуводия размылы древние сооружения. Археологи установили, что это был мост, построенный Александром Македонским. В 1930 году на н.э. из стандартных плоских квадратных жженых кирпичей. В некоторых домах Старой Кашгарки и улицы Сагман-Ташкента из облупившей стукатурки виднелись такие квадратные кирпичи. Элементы метрологии и стандартности широко применялись в создании архитектурных шедевров на территории Узбекистана. Наряду с применением стандартного кирпича употреблялись бирюзовые, майолоковые, мозаичные плиты, терактовые блоки, голубые и зеленые изразцы нескольких стандартных размеров и цветов. В уменных руках народных мастеров оживали стандартные элементы и человечество до наших пор восхищается моментниками неповторимой красоты. Мавзолей Гор-Эмир, мечет Бибиханум в Самарканде, мавзолей Палман Махмуда и дворец Ташхаулы в Хиве, медресе Улогбек в Самарканде и минарет Кальяна в Бухаре, медресе Кукалдаш в Ташкенте. В Узбекистане применялись меры массы. Кадок примерно 400 грамм, Чакса 6 килограмм, Пут 16 килограмм, Батмон 10 пудов, Доксар 11 пудов. Меры длины. Энлик толщина 1, пальцы руки примерно 2 сантиметра. Коричь расстояние между концами большого пальца и мизинца раздвинутой кистой руки примерно 23 сантиметра. Чакрым чуть меньше 1 километра. Таш тоже, что и Чакрым. На стыке 19-20 веков применялись до сотни различных футов, 40 с лишним размеров мин, 120 всякого рода фунтов и так далее. Были, например, футы рабочие, десятичные, двудесничные, землемерные, ткацкие, портяжные, старые, новые, архитектурные, инженерные, геометрические, математические. Фунты большой, малый, старый, новый, обыкновенный, казенный, монетный, торговый, городской, горный, нюрнбергский, артиллерийский, медицинский, аптекарский, метрический. Были фунты для мяса, фунты для железа. Говядина отвешивалась одними гримами, гвозди другими. Метрическая система МЕР, разработанная группой французских ученых во главе с астрономом, физиком, математиком Лапласом в конце 18 века, получила международное признание во второй половине 19 века. В целях обеспечения международного единства измерений в 1875 году с 17 странами, в том числе и России, была подписана Метрическая конвенция. В 1960 году Генеральная конференция по МЕР и ВИСАМ окончательно приняла международную систему единиц. Таким образом, произошла международная унификация единиц измерений. В 1790 году во Франции было принято решение о создании системы новых мер, основанных на неизмерении. В 1790 году во Франции было установлено единицей длины в современном прототипе, взятых из природы, с тем, чтобы ее могли принять все нации. Было предложено единицей длину 10 миллионной части четверти меридиана Земли, проходящей через Париж. За единицу массы была привита масса 1 тысячная метр куб чистой воды при температуре, нальдящей ее плотности. При введении метр к системе было не только установлено единицы длины, взятые из природы, но и приняты 10-тичные системы образования крафтных и дольных единиц, соответствующие 10-тичные системы на цех числового счета. Были изготовлены образцы метра и килограмма из плава плотины иридия. Прототип метр представлял собой плотино-иридию штриховую меру общей длиной 102 сантиметра. На расстоянии 1 сантиметр от конца, который были нанесены штрихи, определяющие единицы длины метра. Понятие о системе единиц физических величин ввел немецкий ученый Гаусс. По его методу построения систем единиц различных величин, сначала устанавливает или выбирает произвольно несколько величин, независимо друг от друга. Единицы этих величин называют основными, так как они являются основной в построении систем единиц величины. Первоначально были созданы системы единиц основных на трех единицах. Этой системе охватывали большой круг величин, условно называемых механическими. Они строились на основе тех единиц физических величин, которые были приняты в той или иной стороне. Предпочтение остается из системы, построенной на единицах деленной массы времени как основных. Одной из систем, построенных по этой схеме, для метр-соединения, является системой метр-килограмм-секунда. В научных токургах по физике до с трех пор переменяется система сантиметр-грамм-секунда, разработанная в 1861-70-х годах. Некоторое время проявляют в системе единиц метр-тонна-секунда. Поскольку в системе механических единиц охватывали не все физические величины для отдельных отрезов науки и техники, в системе единиц расчеркалась путем добавления еще одной основной единицы. Серьезная трудность встретилась при применении системы СГС для измерения электрических магнитных величин. Всего было составлено 7 видов единиц СГС электрических и магнитных величин. Современная метр-лога состоит из трех основных разделов – теоретическая, законодательная и практическая метр-лога. Под указанным термином понимается следующее – теоретическая метр-лога, раздел, предметом которого является разработка фундаментальных основ метр-логии. Законодательная метр-лога – раздел, относящийся к деятельности совершаемой национальным органам по метр-логу и содержащей государственные требования, касающийся единиц методов измерения средств измерения и измерительных лабораторий. И, наконец, практическая, прокладная метр-лога, раздел метр-логии, предметом которого является вопросом практического применения разработок теоретической метр-логии и положения законодательной метр-логии. Вам предстоит из интернетных источников искать литературу по данным направлениям и сами должны освоить эту тему. Продолжение следует...